Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы меня видите, если вы меня слышите, если вы смотрите в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Я сейчас пока ставлю в закреп пост и размещу то, что я должен разместить. Так, хорошо, друзья. Пока вы подключаетесь, мы с вами запустили проект о подарках к Вселенной, и каждое утро я выкладываю пост. Напишите, пожалуйста, участвуете ли вы в этом проекте, получаете ли вы подарки. Я замечательный, прям офигенный. Вчера прям очень мощный подарок получил. И меня даже просто распирает. Я сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не похвастаться. Потому что началось движение по проектам, по которым там несколько лет никакого движения не удавалось достичь. Боюсь обмануться, боюсь заглазить. Поэтому подарок я принимаю. Посмотрим. Когда дойдет до дела, посмотрим. Да, очень прикольная штука. Каждое утро я выкладываю пост с каким-нибудь домиком красивым. Я специально их отбираю, такие заряженные картинки позитивом. И дальше вы заходите с утра, видите этот пост. Где-то около 9 утра я его выкладываю. И делайте репост. Это ваша выдача в мир. Да, то есть я хочу, чтобы вот эта волна, она распространялась. В этом нет никакой рекламы, никакого смм. Да, вот это никакой херни в этом проекте нет. То есть это чисто такая волна добра. Вот, волна волшебства. И мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы она максимально распространилась. И дальше задача в течение дня. Мы каждый день получаем подарки, естественно. Но мы их чаще всего либо не замечаем, либо отказываемся. Эта задача научиться принимать эти подарки. И потом вечером вы заходите в этот пост и пишите отчет. Подарок получен. И пишите благодарность. Вселенная, спасибо. Вот. И, соответственно, происходит перенастройка, во-первых, самого себя. И вы начинаете эти подарки принимать. И вы их начинаете видеть все лучше, лучше, лучше и лучше. И Вселенная тоже, она как работает. Мне очень нравится, как кто-то написал, Вселенная – это не машина по исполнению желаний. Господи, как мне вас жалко. Вселенная – это именно машины по исполнению желаний. Да, то есть Вселенная – это то, что вы в ней видите. Вот. И она начинает вам все более и более щедрые подарки подкладывать. Вот. Плюс мы создаем общее поле. Да, то есть мы создаем общее, единое поле, в котором мы с вами начинаем существовать. Мы с ним сонастраиваемся, да, как струна, которая начинает звенеть. Вы знаете, гитару, когда ты настраиваешься, и вот на пятом ладу зажимаешь вторую струну ми, нота ми. Да, и когда она хорошо настроена, ее дергаешь, и первая струна, она начинает тоже дребезжать в унисон. Вот мы то же самое, мы эти струны, когда мы слышим звучание, настроенное на нашу волну, мы тоже начинаем звучать. И наоборот, когда мы звучим на той частоте, на которой надо, да, Вселенная начинает откликаться. Вот. Поэтому делаем. Хорошо. Сегодня тема более сложная. Я постепенно, мы начинаем, будет несколько таких более сложных тем. Сложность ее состоит в том, что, ну, я пытаюсь определить вещи, которые на самом деле определению поддаются очень сложно. Измерению поддаются очень сложно. Я вообще рационал матерый, да, я люблю такое. Сделал, получил результат. А тут из-за того, что наш мозг, он пластичен, да, и он привыкает ко всему. Он привыкает к плохому, он привыкает к хорошему, да. То есть мы просто, человек это, если выбрать одну главную черту, да, это адаптивность. Человек ко всему привыкает. И к хорошему он тоже привыкает. И как только мы находим что-то, что делает нам хорошо, мы к этому тоже очень быстро привыкаем. И действие, которое приносит к одному результату, через какое-то время начинает приносить противоположность этого результата. И, соответственно, надо менять каким-то образом действие. Вот в этом сложность этой темы. Но для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, нам нужно ввести такое понятие психической энергии. В свое время я всегда, ну, я всегда, каждый раз, когда к этой теме подходил, я всегда так запинался, да. Для меня всегда, ну, есть, что такое энергия, да. То есть есть четкое физическое определение энергии. Вот, четкое понятие того, что это такое. И когда мы говорим о психической энергии, да, мы вроде как начинаем переносить из одного, термины из одной области, переносить в другую, да. И это всегда не очень хорошо, да, как когда, скажем, мы берем физическое понятие квантовый, да, и переносим его в психологию. В этом всегда есть какая-то манипуляция. Потому что напрямую это не переносится. Но, в принципе, по большому счету, современная психология, она началась именно с введения вот этого термина психической энергии. Фрейд для описания специфики движения внимания, интереса и привычки к какой-то деятельности, да, для того, чтобы, ну, как-то описать эти процессы, да, он был вынужден ввести вот это понятие психической энергии, которая наполняет то или иное действие. И давайте посмотрим, да, что такое психика, да, психика – это совокупность мыслительных процессов, да, то есть это какая-то часть жизнедеятельности человека, которая описывает взаимодействие внутреннего мира человека и внешнего мира, окружающего его. Да, вот это психика, да, это некий посредний. А энергия – это результат взаимодействия форм материи. И получается, что психическая энергия – это что-то, что является результатом взаимодействия внутреннего мира с внешним. Да, она либо тратится, либо она накапливается, либо появляется, да, каким-то образом. Откуда-то из одного состояния переходит в какое-то другое. И если мы посмотрим на любые учения какие-то, связанные с духовным развитием, мы увидим, что там везде есть это понятие – психическая энергия. Оно везде называется по-разному. Китайцы называют это ци, индуисты называют это праной, да, и так далее, и так далее. Да, кто-то называет, христиане называют это святым духом, да, то есть везде это есть. И вот ее выработка, либо трата происходит в процессе каких-то трений, столкновений, взаимодействий, да, получения чего-то от окружающего мира. При этом психическая энергия ощущается субъективно, то есть ее нельзя измерить. Нет такого прибора, который позволял бы нам ее измерить, да, потому что она, ее ощущение, да, оно происходит где-то внутри. И при этом она не равна физической энергии. Вот здесь очень часто возникают путаницы, да, условно говоря, ты отдохнул, полежал, да, у тебя появилась физическая энергия, да, или ты съел еду какую-то, да, съел какое-то количество калорий употребил, да, значит, накопил какую-то энергию физическую, которую ты дальше можешь превратить, да, вот эту потенциальную энергию, превратить ее в кинетическую, да, например, там, не знаю, взять что-нибудь тяжелое и перенести на какое-то расстояние. Вот это мы можем измерить, да, если я съем столько-то, столько-то еды, я переработаю столько-то, столько-то калорий, и дальше я смогу там взять какую-то, какую-то тяжесть, перенести на какое-то, или там поднять сколько-то раз какой-то тяжелый предмет, да, то есть это физическая энергия. Но, например, может быть такая штука, да, что вот вы поели, отдохнули, все у вас хорошо, да, то есть вы явно чувствуете вот это большое наличие большой физической энергии. Но при этом вам вдруг раз кто-то слово сказал какое-то, да, или вы подумали о чем-то, о какой-то теме в своей жизни, да, которая для вас, ну, вас ослабляет, да, то есть является такой черной дырой. И у вас вся энергия в одно мгновение туда, в эту черную дыру улетела. То есть вы копите вроде бы физическая энергия, высокая у человека, да, то есть все с ним в порядке. Он ест, он дышит, да, то есть его физическое взаимодействие с окружающим миром, оно абсолютно нормально. Но на психическом уровне есть что-то, что раз и одним щелчком обнуляет всю эту энергию. И наоборот, есть что-то, что вот вам скажи слово какое-то, да, и вы усталый, ноль энергии, вообще вот ни рукой, ни ногой не можете пошевелить. Сутки отработали, и вот вдруг вспомнил о чем-то, да, что-то позитивное, да, что-то, что вас заряжает. Подумал о чем-то, или вам сказали что-то, два слова сказали, и вы снова полны сил. У вас энергия, бог знает откуда, берется, да, то есть она берется вот из этого вашего, ваших установленных, либо правильно, либо неправильно установленных отношений с миром. И вы сразу же зарядились. У кого такое бывает? И у кого такое бывало, да, когда вы раз, и вдруг вам сказали что-то, и вы потеряли всю энергию. Или вам сказали что-то другое, и хоп, и у вас сразу появляются откуда, неизвестно откуда вдруг появляются силы. Да, я думаю, что это у каждого человека такое бывает, да, то есть вот Ольга пишет, да, пример такой темы, да, есть такая целая отжирающая тема, развод, да, то есть чаще всего это что-то, ну, какие-то отношения такие, да, и вот из этих, эти отношения, ну, только о них подумал, все, вся энергия туда. И наоборот, да, когда вы, когда с отношениями все в порядке, да, подумал об отношениях, энергия прям начинает бурлить. И давайте мы попробуем вот это вот поискать. В нашей деятельности, в темах, о которых вы думаете, в том, как вы себя называете. То есть, да, я сразу оговорился, да, что тема сложная, и какие-то вещи, да, я, может быть, буду формулировать не очень, ну, кривовато, да, некрасиво, потому что нам надо объединить сразу же несколько неблизких понятий, да, ежедневное дело, которое вы делаете, да, темы, о которых вы думаете, отношения, в которых вы существуете, ваш статус, да, например, если я называю себя сценаристом, да, я говорю, я сценарист, у меня энергия, да, я называю себя журналистом, у меня сразу же все, или там предпринимателем называют, да, кого-то это вдохновляет, кого-то это опускает сразу же, или я кто, я предприниматель, я писатель, я менеджер, да, я сценарист, энергия, да, сразу же растет. есть вот она где угодно может спрятаться вот давайте определим есть лишь что-то что забирает у вас энергию что-то про что вот вы четко можете сказать что вот это забирает у меня энергию если можете об этом написать что это вот как ольга написала да про развод то прям сейчас напишите в чате если не это секретная вещь какая-то для вас напишите да и да такое есть вот чтобы вы для себя это понимали энергию отнимает воспоминания о детстве вот это отдельная тоже тема интересная да как как с воспоминаниями работать как их превратить в источник энергии есть кредит да тоже может может такое быть как человек выплативший 2 ипотеки да опять же тоже это можно все перенастроить естественно да и мы на уроке в по деньги на тренинге да мы этим этим занимаемся да и на нашем годе день да как у нас был урок посвященный кредит как кредит превратить в источник энергии так созависимые отношения деньги конфликты по поводу денег нужны советы у кого-то секретная тоже нормально совершенно старение родителей скука об одиночестве долгие разговоры по телефону с мамой грязная посуда близкие люди ожидания хорошо дальше теперь какое ежедневное дело либо мысль какая-то либо название самоназвание мысль о чем-то да то есть опять же да все то же самое что совершенно точно дает вам энергии страх старости вот тоже интересно да как бы это можно перест перенастроить страх старости мне кажется вот с того момент я всегда боялся смерти это нормально совершенно у меня просто с детства это какой-то ужас перед смертью но с тех пор как я стал писателем до для писателя каждый день это не что-то что приближает его к смерти это что-то что приближает его к бессмертию да то есть когда ты пишешь да ты понимаешь что ты себя по частям слово за слово ты себя свою жизнь наполняешь свой корпус текста да эти дальше в нем будешь жить поэтому я честно говоря я считаю что люди которые не пишут они это безумцы я не понимаю как как они живут как можно не писать и при этом жить и до знать о том что что ты умрешь в конце концов это нужно очень большой отвагой обладать чтобы не писать будучи смертным человеком так я талантливая дети писательства работа психологом победа детей ныряние в него в холод снов физическое действие да отлично сейчас тоже отдельно мы об этом поговорим общение с людьми теперь вопрос так летят летит 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 летят коменты в чате вопрос писательство да поколь скоро у нас с вами самодисциплина для писателей сценаристов до писательство дает вам энергию или забирает то есть когда вы подписали у вас после того как вы написали свою дневную норму да у вас уровень энергии выше или ниже выше дает выше если не превысила норму то дает писательство дает колоссальное количество энергии вот смотрите да очень хорошо замечательно в каждом в каждой деятельности да мы с вами еще тоже мы постепенно до этого дойдем да мы разберем все этапы процесс творческого процесса и в каждой деятельности есть какая-то часть деятельности которая забирает энергию есть какая-то часть деятельности которая энергию дает и это на самом деле нет не хорошо и неплохо да это просто так работает я считаю у меня есть некая гипотеза которую я документально никак пока да у меня нет никакой формулы которая подтверждает подтверждает что так пишут что звук пропал сейчас мы проверим пропал ли звук запускаю нет звук есть ну видимо какая-то какой-то сбой в трансляции так что не не паникуйте если это произойдет просто надо подождать несколько секунд и и все снова заработает хорошо идем идем дальше в хорошо и правильно организованным творческом процессе вы теряете энергию при подготовке написания текста да то есть тогда когда вы собираете материалы тогда когда вы пишете план текста да то есть вот на всех этих подготовительных этапов вы теряете а в момент написание текста вы эту энергию получаете то есть происходит взрыв энергии да то есть когда вы сам текст пишите до тела текста ту часть текста которую будет читать читатель да то есть у нас есть подготовительные материалы да например по эпизод ник если вы пишете сценарий или outline если вы пишете роман да у нас есть план текста этот план текста читатель не читает да а вот так тот текст который читает читатель вот когда вы не пишете если у вас вы после этого получаете заряд энергии да то есть это как атомный взрыв до высвобождается огромное количество энергии мы собираем материалы на эту энергию накапливаем 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 и взрывом в момент писательства мы ее выдаем помните у пушкина когда он написал бориса годунова да он прыгал по квартире хотел сказать прыгал по дому и кричал айда пушкин айда сукин сын вот это состояние айда сукин сын да это как раз вот это состояние переполненности энергии и наша задача да во первых организовать свою работу таким образом да то есть нам нужно эту энергию накопить собирая материалы собирая впечатления и обдумывая нашу работу да и нужно не мешать дать возможность вырваться высвободиться этой энергией да то есть если это короткий текст дату дать возможность сесть и за короткое время написать его да как например хлебников написал пьесу деви бог он написал за один присес с утра до вечера как он пишет курил и пил крепкий кофе да то есть если вы пишете такой короткий текст до нужно дать ему возможность полностью высвободиться если вы пишете большой текст да если вы войну и мир пишите вы за один присес написать не можете и вам надо соответственно да вот этот взрыв сделать направленным и контролируем да это вот то чем мы с вами занимаемся хорошо очень часто бывает так что да и такой текст вот если он таким образом был написан он точно также дает энергию читателю да то есть вот эта вся энергия она в нем остается читатель когда будет его читать он получит вот этот заряд энергии а это и есть самое главное то есть самое главное не структура даже не грамотность до самое главное это энергия которая есть в тексте это то чего мы добиваемся да то есть если посмотреть на тексты например льва толстого да там куча неправильности есть забавные достаточно есть такой писатель которая тоже очень уважаю логинов фантаст автор многорукого бога далайна и он сделал святослав логинов он сделал разбор рассказа льва толстого в котором показал что там вообще все неправильно в этом тексте да но тем не менее за счет вот этой мощной могучей энергии да все это неправильно не имеет никакого значения то есть если у вас есть энергия да вы можете позволить себе писать плохо и есть авторы которые пишут очень хорошо все правильно все замечательно но читаешь и энергии нет да то есть этот текст написанный с холодным носом никто и никто эти тексты не читает и вот очень часто бывает так какие бывают вот эти утечки энергии да то есть очень часто бывает так что у нас вот все здесь организовано все нормально да мы пишем у нас есть энергии но у нас есть какая-то аптечка да какая-то рана куда уходит вся энергия да то есть мы не можем писать мы не можем взять энергию потому что не до использовать ее потому что она у нас вся куда-то уходит мы ее сливаем либо в отношения в какие-то до либо в самообман в какой-то до либо в самоедство какое-нибудь да либо там снаружи нам навесили какого ним тоже это часто очень пропаганда в этом смысле очень хорошо работает старается да что вот какая-то чувство вины какой-то навешивает на человека да и все там и и ты уже писать не можешь у тебя все уходит туда на обслуживание этого чувства вины с работой тоже часто так бывает да то есть есть какая-то работа которая просто вот все силы из человека высасывает до дело даже не в том что физические силы дело даже не в том что время забирает да а вот само состояние принадлежности к этой работе да она забирает у человека все силы то есть ты работаешь и думаешь блин вот да я занимаюсь трачу время трачу силы на какое-то бесполезное или даже вредное дело да и это обессмысливает вообще существование вот и люди очень часто начинают себя обманывать да я сегодня работаю на работе которая высасывает все мои силы да но я мечтаю когда-нибудь долгими зимними вечерами я напишу великий роман ну в этом случае надо менять работу да то есть нужно найти какое-то дело которое будет давать вам необходимые деньги но не будет забирать у вас силы и здесь я как вы уже заметили да я очень часто иду поперек каких-то общественных установок я вам уже говорил да что если у вас есть талант писателя то вы ну вы обязаны этот талант реализовать да то есть вы не просто можете а вы это ваш долг этот талант реализовать и если вы его не не реализуете это не просто просос это преступление до которому прощение нет все что угодно можно простить да ну как христианстве не прощается хула на святого духа да вот это хула на святого духа да то есть это вам дали энергию да вам дали талант писательский способность преобразовывать вот этот эту золотую пыль до витающую в воздухе преобразовывать в текст а вы тратите ее на какую-то другую ерунду и общество она писателей всегда недооценивать вообще творческих людей всегда недооценивать потому что физическая тушка писателя существует на планете ограниченное количество времени 70 80 90 лет да кто там если стихи пишите то 37 лет вот и если рок поете дату 27 лет вот и вот эта физическая тушка она поддерживается каким-то количеством веществ которые в тело творческого человека вводятся до наркотики алкоголь да что еще требуется вот и цена вот этих веществ которые вводятся в его тело она не соответствует никогда не соответствует ценности которые творческий человек выдает в мир потому что человек умер а его книги симфонии картины они остаются и дают людям энергию бесконечно да это такой вечный двигатель я помню как-то натолкнулся на расчеты сколько пушкин зарабатывал в течение своей жизни и оказалось что он зарабатывал типа там 100 тысяч рублей в месяц и это совсем немного да то есть это ну средняя зарплата по москве то есть он как менеджер среднего звена зарабатывал а при этом это самый величайший поэт всех времен народов до который по сути создал величайшую культуру в мире на русскую культуру русскую литературу и соответственно да а получал он 100000 да то есть если сейчас посмотреть все тиражи всех его книг которые изданы да и все те волны которые расходились по миру да потому что весь девятнадцатый век это пушкин да весь двадцатый век это пушкин и не было бы пушкина не было бы достоевского не было бы толстого а если бы их не было не было бы вообще не было бы ничего в мировой литературе потому что все что там после девятнадцатого века все в той или иной степени основана на толстом и на Или и европейская литература, и американская литература – это все на Толстом, на Достоевском. А они стоят на Пушкине. И я считаю, что творческий человек имеет право, имеет полное право, моральное право и не должен никаких абсолютно испытывать угрозений совести, имеет право взять немножечко денежек вперед с общества. Что это значит? Если у вас есть какая-то работа, которая высасывает все ваши моральные силы, увольняйтесь нахрен с этой работы и найдите себе работу, на которой вы будете ничего не делать и получать за это зарплату. Это не обязательно работа сторожа, как, например, Фолкнер работал кочегаром. То есть не обязательно прям такой дауншифтинг, но сейчас огромное количество всякой булшит-джобс, работ, на которых люди получают деньги, ничего не делая. Вот я считаю, что творческий человек имеет полное право найти работу, на которой он будет ничего не делать и получать некую минимальную зарплату и время для того, чтобы работать. Побудьте немножко византийцами и устройте себе такую работу. Я в свое время стал начальником исключительно для этого. То есть я стал редактором сначала зам главного редактора, потом главным редактором. Для чего? Для того, чтобы иметь отдельный кабинет и для того, чтобы иметь возможность пару часов сидеть, запершись и писать роман. Вот я считаю, что писатель имеет на это полное право. Насколько понятна эта мысль? Если она понятна, напишите в чате, что все понятно. То есть при этом не надо тоже себя обманывать, что я писатель, я напишу сейчас сценарий, заработаю миллион долларов. Ну не заработаете сразу же. То есть у сценариста может уйти 5-7 лет и у прозаика тоже до первых денег, до первых настоящих денег. Поэтому такое тоже я не советую прям увольняться в никуда. Но естественно, если у вас есть партнер, который вас поддерживает и финансово в том числе, то это решает тоже все проблемы. Общество в этом смысле легче относится к женщинам, которые сидят дома и пишут романы в расчете на будущую писательскую карьеру, а муж зарабатывает деньги. Но я, опять же, большой беды не вижу и в том, чтобы муж сидел дома, а жена зарабатывала. У меня были периоды, когда несколько месяцев я сидел без работы, а жена зарабатывала. Никаких угрызений совести по этому поводу я не испытываю. Да, сейчас там уже больше 10 лет жена у меня не работает, я зарабатываю. Она занимается тем, чем она хочет, самореализуется. Так, как не перепутать талант и самообман в его наличии? Нужно отслеживать прогресс. То есть если вы пишете и видите прогресс, нужно найти способ измерять ваш прогресс в работе. То есть если вы пишете на одном и том же уровне 10 лет, наверное, скорее всего, понятно, но трудно реализовать. Ребят, это вообще непростое дело. Ну быть писателем, это очень непростое дело. Я вам так скажу. Да, это одно из самых непростых дел в мире. Поэтому, конечно, да, естественно, непросто. Но гораздо проще, я вам скажу так. Найти работу, вот такой bullshit job, где вы будете ничего не делать и получать деньги, гораздо проще, чем совмещать действительно интенсивную работу с творческой деятельностью. Особенно, например, если вы работаете журналистом, да еще если вы любите эту журналистскую. Я очень любил журналистскую работу. Я работал в замечательном издании, с замечательными людьми. И мне это очень нравилось. Но я понимал, что либо я становлюсь писателем, либо я остаюсь журналистом. То есть совмещать не получится. Мне пришлось в 20, по-моему, 24 года я фактически перестал быть журналистом, стал начальником. Хорошо, идем дальше. А, вот очень хороший комментарий Наталья пишет. Сегодня вдруг поняла, что когда пишешь про себя, нужно быть предельно честным с собой. Писатель вообще должен быть предельно честным с собой. То есть, ну, если вы себя обманываете, вы не будете писателем. Сложно представить, представляю себе работу, где можно ничего не делать. То есть, мне кажется, мало таких мест. Вот запомните название Bullshit Job. Я не помню просто автора. Я ее на английском языке читал. Я не уверен, что она переведена на русский. Если кто-то фамилию автора напишет в чате, я буду благодарен. Просто я реально сейчас не помню. Таких работ в мире примерно половина. Я не помню, он приводил статистику. Около 40% таких работ, на которых люди ничего не делают и получают зарплату. Их огромное количество. И на тех не так уж и сложно. Да, писать про себя – это метод психотерапии. Да, так да не так. Да, то есть, это надо делать правильно, чтобы не в ретравматизацию не залезть и не сделать текст, который еще вы в свое нездоровье психическое можете еще и читателей затащить. Такие тексты тоже существуют. Поэтому это надо делать правильно. Кстати говоря, это именно то, чем мы занимаемся на курсе сценарий полноэтажного фильма. Как вот эти токсичные отходы превращать в лекарства. Именно поэтому этот курс наш самый психотерапичный. Психотерапичный, психотерапевтичный. Так, идем дальше. Категорически я не рекомендую увольняться в никуда, если мы говорим о работе. Писательство, оно принесет вам деньги, но или никогда, или через много лет. Потому что есть авторы, которые много лет пишут, выходят книги, но больших денег они писательству не зарабатывают. Вот, то есть найти работу, на которой вы просто сдаете себя в аренду на какое-то время, да, желательно, чтобы при этом вы эмоционально в нее не возблекались и сосредоточиться на писательстве. Еще один момент, когда у человека вот этот поиск себя бесконечный, да, он превращается в некий вариант прокрастинации. Мне однажды на самодисциплине как раз-таки на одном из предыдущих потоков одна девушка написала. Ну, вообще, друзья, я это понимаю, да, я к этому спокойно отношусь. Понятно, что когда человек уверенно что-то и энергично и быстро размахивая руками рассказывает, да, при этом говорит какие-то вещи, которые там полностью противоречат всему тому, что говорят все остальные, тут же хочется ему возразить. Вот, и она мне написала, Александр, вот вы говорите, надо сосредоточиться, надо там сконцентрироваться. А вот я актриса, я преподаватель, я бизнесмен, я писатель, вы все врете, и у меня все в порядке. И я ей задал встречный вопрос. Хорошо, результаты во всех этих областях вас устраивают? Да, про себя имея в виду, я сейчас уже могу это сказать, потому что, ну, скорее всего, ее здесь сейчас нет, и фамилию я не называю, естественно, да, потому что я не знаю ее, да. Я актриса, я не знаю ее как актрису, да, а я вообще-то в индустрии работаю, я и есть индустрия, да, поэтому если она актриса, да, я должен ее знать, а я ее не знаю. Я знаю не только там актеров кино и там телесериалов, да, я знаю театральных всех актеров основных, да, и очень часто я их начинаю знать сильно задолго до того, как они становятся звездами. Потому что я там начинаю в ГИТИСе, начинаю со студенческих спектаклей, начинаю отсматривать людей, да, и там уже видно, да, условно говоря, там какую-нибудь Серафиму Огареву, а Бороцуму Кабаняна, Федора Малышева, да, я еще там увидел и сказал, о, это звезды. Да, я преподаватель, мы не знаем вас, какой вы преподаватель, я бизнесмен, да, где вы в списке Forbes, да, то есть мы не знаем вас как бизнесмена, я писатель, где ваши книги, да, то есть. Если человек занимается там десятью областями сразу, да, никаких результатов ни в одной из этих областей мы не знаем, да, значит, что-то вы делаете не так, да, значит, что-то из этих областей имеет смысл подсократить, да, оставить хотя бы там, если не одну, да, то две каких-то деятельности оставить, две деятельности совмещать проще, чем пять деятельностей. Да, вот для меня это звучит так. Александр, я ем три булки хлеба в день, да, Александр, как мне похудеть? Я говорю, перестаньте есть три булки хлеба в день, да, ешьте хотя бы одну булку хлеба в день. И мне отвечают, я с вами не согласен. Почему? Потому что я едок первой булки хлеба в день, да, я едок второй булки хлеба в день, и я едок третьей булки хлеба в день. Так что все вы влете. Ну, ок. Точно так же тоже еще я примеры такие привожу, да, не называя имен, естественно, да, чтобы вы понимали и смотрели, а не я не в такой ли точной ситуации. Одна девушка знакомая тоже хорошая, все нормально, значит, она каждый год ставит 50 или там 100 целей на год. Я видел ее отчет по предыдущим целям. И я помню, да, ага, вот тут я ставлю, значит, 50 целей в год. Сколько выполнило предыдущих целей? Там 6, да, и опять ставить 50 целей на следующий год. Сколько выполнить в этом году? Ну, опять там 5-6 выполнить. Вопрос, зачем ставить цели, не учитывая, не рефлексируя свои предыдущие результаты? О том, как ставить цели, мы поговорим позже, да, то есть сейчас наша с вами задача – это управление вниманием, да, управление энергией, да. То есть если вы рассеиваете вот эту энергию, да, то есть вы ее собрали, да, и вы ее рассеиваете по куче-куче разных видов деятельности. Ну, ничего хорошего из этого не будет, да, то есть у вас и там будет чуть-чуть, и сям будет чуть-чуть, и там будет начатый незаконченный проект, и там будет там незаконченный проект. Как это работает? Вот в течение дня вы делаете что-то, что дает вам энергию, да, спите, отдыхаете, гуляете, занимаетесь спортом, обнимаете детей, занимаетесь сексом с любимым человеком, да, и так далее, и так далее. Общаетесь с искусством. Это дает вам, ну, условно, 100 рублей энергии, да, потом вы делаете что-то, на что вы тратите энергию, да, работа, творчество и так далее, и так далее, да, и вы не можете потратить на это больше 100 рублей, которые у вас есть. Да, то есть вы собрали столько-то энергии, больше этого вы потратить не можете. И проблема в том, что очень многие люди, они пытаются взять в кредит у себя, да, взять больше 100 рублей вот этих. Что это такое? Это наркотики, это таблетки какие-нибудь, да, это стимуляторы, какие-то кофе даже, даже кофе в том числе, да, это мы берем у себя в долг, там, процент не очень высокий, не такой, как у наркотиков, но это тоже вы взяли энергию, да, и вложили сегодня. Даром это не проходит, да, проценты капают. Соответственно, наша задача научиться соблюдать вот этот баланс, чтобы плюс-минус 100 рублей заработали энергией, плюс-минус 100 рублей потратили. И если мы с вами творческие люди, да, наша задача сделать так, чтобы большая часть этих 100 рублей энергии, заработанных нами, была потрачена на творчество. Потому что в этом случае мы будем получать лучшие результаты. Насколько это понятно? Если это понятно, то напишите в чате, что понятно, мысль понятна. Если что-то непонятно, то задайте вопросы. Да, Дэвид Гребер. Bullshit jobs. Как знать всех в индустрии? Ребят, нынешняя сценарная индустрия в очень большой степени создана вот этими вот ручками шаловливыми. Да, то есть сценарное сообщество в соцсетях я придумал. Да, то есть первое сценарное сообщество, сценарный цех создал я. Один был одним из трех создателей. Да, то есть именно в соцсети, в фейсбуке делать это придумал я. Да, сценарную конференцию я придумал. Сценарные читки я придумал. Да, то есть в очень большой степени, да, я был соавтором существующей индустрии. Я понимаю, как это звучит, да, такой, я все это создал, да, но тем не менее, на самом деле, так оно и есть. Вот, и поэтому, а, Bullshit, может быть, из-за того, что Bullshit не это самое, не стирается название. Дэвид Гребер. Я знаю просто, куда смотреть на самом деле, да, и все это время знаю, куда смотреть, на что смотреть, где появляются интересные люди. И плюс, в том числе, для этого, кстати, я делаю подкаст. Да, я приглашаю людей, которые мне интересны, да, и тоже делаю выводы определенные. Так, как все-таки выбрать одно дело? Отдельная тема, то есть выбрать можно только перебором, да, то есть делать, пробовать и смотреть. Так что, понимаете, наша сценарная мастерская вообще, когда она появилась, это был такой проект бунтарский против индустрии. То есть мы делали все поперек, но цель-то наша была сделать так, чтобы мы были и были индустрией. И так оно и получилось, да, например, там сценарная конференция, единственная сценарная конференция в индустрии, это наша. И она уже 8 лет выходит, да, то есть даже если кто-то сейчас запустит, да, они уже на 8 лет отстанут. Хорошо, идем дальше. Подкаст, кстати, я смею надеяться, да, мы его в новом, в обновленном абсолютно виде, мы его сразу же после праздников будем делать такой очень мощный перезапуск. Очень надеюсь, что все получится. Ну, если не получится, то значит он просто вернется в обычном формате. Есть такой влогер, его зовут Мистер Бист. Если вы, если просто вот интересно, если вы там влогингом занимаетесь, найдите его интервью, которое он дал Кейси Нестеру, другому влогеру, тоже достаточно популярному. Он есть на ютубе, переведен на русский язык. Небольшое интервью, 20-минутное. И также, если прям совсем интересно, захотите углубиться, найдите выпуск подкаста Джо Рогана тоже с Мистером Бистом. Там часа три они разговаривают и тоже в том числе все это обсуждают. Кто такой Мистер Бист? На сегодня это самый популярный видеоблогер в мире. Долгое время блогером номер один был PewDiePie. И когда у PewDiePie было там 100 миллионов подписчиков, у Биста было там 20 тысяч. Сейчас Мистер Бист его побил. Это молодой парень, и он, он интересно очень в интервью рассказывает, говорит, что вот как он с 10 лет, он полностью был сосредоточен на своем ютуб канале. То есть он фанат этого. Он делал абсолютно лютую жесть. Он резал воду 10 часов, он 10 тысяч раз повторял в прямом эфире PewDiePie, 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 PewDiePie и так далее, и так далее. Сейчас он сделал, например, полностью повторил сюжет, он повторил игру Squid Game. Там, естественно, никого не убивают, но он сделал такую игровую версию этой смертельной игры, безопасную версию этой игры и сделал ролик по этому поводу. Вот, и он сказал, в чем у него, вот Нессет у него спросил, в чем твой секрет? Он говорит, дело в том, что другой человек потратит на то, чтобы придумать ролик 2 часа или 3 часа, да, и он придумает хороший ролик. А я потрачу 10 часов, то есть я буду сидеть и думать, да, и я буду думать, пока я не придумаю так, что будет лучше всех. Да, то есть он просто лазерно сфокусирован на своем проекте, да, и он все свое время тратит на то, чтобы делать этот проект. То есть представьте, если вы все свое время, все свои силы, это не всем подходит, будете тратить на то, чтобы написать свой текст, создать свой текст. Да, это не значит, что вы все время будете про него думать, это значит, что вся ваша жизнь будет подчинена тому времени, когда вы пишете текст. Вы непременно добьетесь успеха, просто без варианта. Итак, что нам с вами надо будет сделать? Нам надо будет определить, какие ваши занятия дают вам энергию, а какие забирают. И здесь нет задачи создать профицит энергии, есть задача создать баланс и вложить большую часть вот этих ваших инвестиций, вложить в творчество. И мы сейчас ищем не копеечные утечки, хотя в этом тоже есть смысл, потому что очень часто мы вот по мелочам, так же как деньги утекают, да, по мелочам, на подписочки, там, еще на что-то, на всякую ерунду. Вот точно так же и энергия, она утекает по мелочам на всякую ерунду, на чтение телеграмма, на чтение соцсетей, там и так далее, и так далее. Сейчас мы этим не будем заниматься. Наша задача увидеть какую-то большую утечку энергии, которую вы можете закрыть. Чаще всего она находится в слепой зоне. Иногда вы сразу же знаете, это вот это. Мне надо уволиться с работы, мне надо там, не знаю, не хочется говорить, да, мне надо разобраться с отношениями, да, решить какой-то давно зависший вопрос с отношениями. Я сразу хочу оговориться, что я не являюсь семейным психологом и я не могу давать советы по отношениям. То есть, чтобы не было такого, что вы сейчас пойдете к своему мужу и скажете, мне Молчанов велел с тобой развестись, иначе я не буду писателем. Я этого не говорю, да, то есть, если у вас проблема с отношениями, обратитесь к специалисту, к семейному психологу и решите вашу проблему вместе со специалистом. Я специалистом не являюсь по семейным отношениям. Хотя вчера мы с моей женой отметили 20 лет официального брака. И 21 год мы живем вместе, 20 лет официального брака. Так что, ну, наверное, что-то я научился делать правильно. При том, что это не первый брак. Первый брак не был таким удачным. Так, дальше. Одно и то же занятие. Оно может и давать энергию, и забирать. Вот что интересно. Я вначале вам сказал, что мозг пластичен, да, он адаптируется. И занятие вы начинаете делать, да, начинаете, например, заниматься спортом. И через какое-то время этот спорт начинает вас выжигать. И вы даже не понимаете, что происходит. Поэтому там в спорте надо всегда менять что-то. Я раньше делал, я менял. Каждый год у меня был новый вид физической активности. Да, то есть там железо качал, потом там занимался цигун, потом занимался аргентинским танго. И потом я сел на бег очень плотно. И вот 8 лет бегаю. И сейчас я чувствую, что у меня тоже уже это начинает, начинает немножко надоедать. Надо искать, хочу поискать какой-то другой вид физической деятельности. Да, отношения, да, на начальном этапе отношения. Это заряжает вас энергией, да. Если, опять же, там все что-то поломалось, да, может начать выжигать. Дети могут заряжать энергией, могут забирать энергией. Работа может заряжать энергией, может забирать энергией. Творчество может заряжать энергией, может забирать энергией, да. То есть, если вы, например, перерабатываете или там разные могут быть причины, да. Делайте какой-то проект, который вам не надо делать творчески, да. Это может начинать забирать у вас энергию. Плюс, если вы в отпуске, в охотку пишите рассказ трехстраничный, это одно дело. Если вы пишете эпопею в тысячу страниц, это совершенно другое дело, да. То есть, там, если вы неправильно организуете работу, очень быстро она начнет вас выжигать. Дальше. Одно и то же занятие по физическим функциям может давать разный результат, да. То есть, например, пробежка или прогулка для писателя лучше, чем сложная тренировка, где надо считать повторение, да. То есть, где вам надо все время быть сосредоточенным на каждом своем действии. Или, например, групповая физическая активность, да. То есть, например, кого-то пробежка заряжает, да, а кого-то скорее зарядит футбол, да, где он будет вокруг него 20 человек бегать и с которыми человек будет взаимодействовать. То есть, тоже здесь надо смотреть, надо тестировать. Действие, да. Кого-то шоппинг, например, заряжает, кого-то шоппинг выжигает. Вот у меня жену шоппинг заряжает. Меня шоппинг выжигает напрочь просто. 20 минут шоппинга, все, я мертвый. Да, поход в театр заряжает, например, да, и ее, и меня, да. А есть люди, для которых вот сходить в театр – это просто нож острый. Если долго… Вот сейчас будет одна из самых важных мыслей. Если долго делать одно и то же, даже если это дело изначально дает энергию, со временем оно начинает нас выжигать. И мой приятель Сережа Никифоров, он в свое время коуч, который занимается в ААСТУ, это такой индийский фэн-шуй, он в свое время, много лет назад, ввел такое понятие мертвого резонанса. Да, то есть, это когда вы делаете какое-то дело, которое вам давало энергию, да, и потом что-то в этом, из этого дела, да, энергия ушла, а делать вы его продолжаете. Продолжайте повторять. И вы влетаете в мертвый резонанс, да, и часто очень даже вы этого не замечаете, того, что вы делаете, а энергия уходит. Раньше она вам давала энергию, а теперь это не дает энергию. И этим мертвым резонансом, может, этим действием, которое вводит вас в мертвый резонанс, может стать вообще все, что угодно, да. Это может быть творчество, это может быть секс, это может быть спорт, может быть путешествие, да. То есть, когда первый раз приехали в незнакомый город, о, кайф, ходишь и просто энергия из ушей фигачит. Да, когда ты приезжаешь в 20-й город, да, тебе уже так, это как в свое время, я очень люблю Рим, прям реально очень его люблю. И мы его, там, постоянно возвращаемся в него. И я помню, мы, значит, выходим на какую-то площадь, и там, ну, там классно, там, ну, Рим. Вот, и, значит, выходит уставшая тетка, дико уставшая тетка, и такая говорит, еще одна площадь, еще одна, как же она сказала, еще одна площадь, еще один храм, еще одна египетская стелла и еще одно, еще один фонтан. Вот, то есть, она уже перестала различать, да, то есть, она влетела вот в этот резонанс, в этот мертвый резонанс, и у нее получилось, как у Тарковского. Есть такой классный фильм, очень называется «Время путешествия». Документальный фильм, снятый Танино Гуэрро, о том, как они, это сценарист, великий сценарист, он вместе с Тарковским писал сценарий ностальгии. И вот они, значит, объезжали красивые города итальянские для того, чтобы Тарковский напитался вот этой энергией. Он в какой-то момент сказал, надоели ваши красоты, сил нет. Да, и эта фраза вошла в сценарий в итоге. Это прям очень интересно, да, то есть, любые красоты могут надоесть настолько, что сил нет. И вот если вы влетели в мертвый резонанс, то для того, чтобы восстановиться, да, во-первых, надо осознать, надо выйти из него, нужно столько же времени, сколько вы в нем существовали. То есть, если вы год жили в мертвом резонансе, то вам год нужен для того, чтобы из него выйти, для того, чтобы восстановиться. То есть, полностью, да, где-то столько же времени уходит. А представьте, есть люди, которым 10 лет в мертвом резонансе. Может, жизни не хватит на то, чтобы оттаять. Знакомо ли вам состояние мертвого резонанса? Я считаю, что творческие коллективы могут входить в состояние мертвого резонанса. Мне случалось видеть театры, которые годами живут в состоянии мертвого резонанса. Спектакли выходят, даже зрители приходят зачем-то, смотрят, да, цветы дарят, да. И выходишь, и просто чувствуешь, что у тебя пауками обложили, да, и у тебя кровь пьют весь спектакль. Страна может существовать в состоянии мертвого резонанса? Я считаю, что СССР последние годы вот именно существовал в этом состоянии мертвого резонанса последние лет 20. Вот. И вот сейчас он из этого, да, наша страна сейчас из этого состояния выходит постепенно. Так. Работал в театре с мертвым резонансом, да, то есть вот может быть такой театр. Надо выйти из этого, очень сложно выйти. Очень часто, да, это приходится вместе с театром сносить, да, то есть приходит новый художественный руководитель, разгоняет всех людей, отправляет, кто пропитан этим мертвым резонансом, отправляет их на пенсию, да, отправляет их восстанавливаться и привлекает новых людей. Не, да, для того, чтобы это все перезапустить. Да, есть спектакль, может быть, книга, может быть, в мертвом резонансе написана. Есть такие книги, которые читаешь и прям чувствуешь, что из тебя все кровь из тебя выпивают. Да, такой роман из антивещества, как было сказано. Один критик хороший сказал по поводу романа «Пирамида», написан. Леонидом Леоновым. Очень хорошим автором, кстати. Роман – отдельная тема. Да, что делать, если вы влетели, если вы чувствуете, что вы влетели в мертвый резонанс? То есть избежать этого невозможно. Да, и неизбежно вы так или иначе, да, вы в него будете попадать, в этот процесс. Если это на коротком периоде, да, то есть если вы чувствуете, что да, он есть, но надо довести проект. Ничего страшного, да, то есть можно переходить через него, можно перепрыгивать, да, нужно добавить что-то, что будет давать вам энергию. То есть вы будете сливать туда энергию, но нужно добавить что-то, что вам энергию будет давать. Может быть физическую какую-то активность, да, то есть что-то, искусство добавить, да, то есть что-то прям вручную отрегулировать, да, добавлять что-то, что будет давать вам энергию. Только не жрите, потому что люди очень сильно разжираются на мертвом резонансе, потому что, ну, как бы, нужна-то энергия, да, а жрете вы калории, да, то есть вам энергия-то не дает, а дает калории. А хотите-то вы подзарядиться. В итоге, да, человек поправляется, а энергии не получает. На длинной дистанции нужно что-то менять в том, что вы делаете. То есть единственный способ справиться в мертвом резонансе, да, нужно либо вообще уходить от этой деятельности, либо внутри этой деятельности что-то менять, найти способ что-то поменять. Есть люди, которые даже, там, вся страна в мертвом резонансе, да, а внутри есть какое-то количество людей, которые живут не в мертвом резонансе. Да, например, в позднее советское время, да, например, там, был русский рок, который, там, сейчас, я вчера как раз переслушивал какие-то альбомы, записанные, там, в 87-86 годах, и они прям реально очень классные. Да, существовал аквариум, существовало кино, существовала Алиса, да, можно там по-разному, можно любить, можно не любить, да, но это живое, да, то есть это люди, которые существовали в живом резонансе. Были художники, да, то есть были люди, которые, там, вся страна в мертвом резонансе, они создавали какие-то вот точечки, где была, где цвела жизнь. Да, то есть на длинной дистанции нужно что-то в этой деятельности менять, но это не значит, что нужно вовсе отказываться от этого дела всегда, да, то есть если мертвый резонанс, все, мы этого боимся как огня, да, условно говоря, мы будем всегда оставлять только те дела, которые только дают энергию. И те дела, которые, да, вот, я уберу все, что у меня забирает энергию, и оставлю только то, что дает энергию. И это даст мне столько энергии, что все, я взорвусь как бомба, да, очень быстро вы обнаружите, что вы по большому счету, да, только винишко сидите попиваете, да, потому что, там, винишко дает энергию. Вот, и все те дела, которые давали энергию, они начнут ее забирать, да, почему? Потому что мы адаптируемся, и мы установим баланс. И мы начнем сливать энергию в те дела, которые раньше нам энергию давали. Что с этим делать? Искать новые и разнообразные в текущей задаче, да, то есть если, например, вы пишете, вот как не потерять страсть в писательстве, если вы пишете каждый день? Помните, был такой, глятучая мышь, по-моему, называлась, была такая оперетта, и там, мне кажется, очень хорошая метафора, да, по поводу женщины как прочитанной книги, да, и там герой говорит, что оказывается, я пропустил самые интересные страницы, да, вот так же, как в отношениях, которые кажется, что они изжиты уже, да, но если вы к человеку относитесь с любопытством, и вы находите все время новое что-то в этом человеке, да, это отношения будут неисчерпаемы, да, то есть нельзя пройти человека, да, закончить его, прочитать как книгу и выбросить, да, он все время меняется, все время развивается. И вот так же и в творческой деятельности, да, творческая деятельность – это роман с писательством, да, и вы как в любви, да, вы все время ищете что-то новое в своей работе, вы все время себя удивляете, да, то есть вы садитесь за стол письменным и каждый раз спрашиваете себя. Я своих студентов тоже, я все время им говорю, хорошо, а чем вы будете удивлять, да, вот сцена, да, там герои разговаривают о том-то, о том-то, удивлять зрителя, чем будете. Вот, и здесь то же самое, вы садитесь, а чем вы будете себя удивлять сегодня в своей ежедневной работе? И вот если вы все время будете этот вопрос себе задавать, она, эта работа никогда вас не утомит, она все время вас будет, вам будет давать какие-то новые впечатления, да, и адаптироваться к ней будет невозможно, да, вы все время будете себя испытывать. Еще один момент, смотрите, вот каждый человек хочет быть защищен, да, то есть и в творчестве тоже, да, что такое быть защищен? Это в точности знать, что у меня все получится, да, то есть я сделаю такой проект, который все посмотрят, все прочитают и так далее, и так далее, да, и человек начинает бояться рисковать, да, он начинает использовать 3-4 приема, которые дают результаты и очень быстро деградирует, да, и он начинает защищать себя от критики тем, что мочит критиков, да, там, выжигает поляну, да, чтобы не было конкурентов, вот. Вот, я считаю, что творческий человек должен уметь становиться беззащитным, да, то есть уметь снимать с себя все защиты и рисковать, да, писать так, не бояться совершать ошибки, вот. И вот это такое, вот, когда пишешь, зажмуриваешься, у меня приятель один очень хорошо сказал, предлагая очередное творческое решение, говорит, вот сейчас мимо стула сяду, да, то есть вот так же вот садиться и говорить, вот сейчас напишу сцену, вот прям мимо стула сейчас сяду, вот такую сцену напишу, вот прям вот с грохотом рухну на пол, да, вот не бояться такие творческие решения принимать. Вот в этом случае, да, вы, выгорание не наступает, вы все время себя удивляете чем-то новым. В деятельности, если есть что-то, что прям настолько сильно выжигает, и вы точно знаете, что это вас выжигает, это можно делегировать. Как я сказал, выше, да, по поводу зарабатывания денег, я не считаю для творческого человека зазорным делегировать партнеру зарабатывание денег. Вот он или она будет зарабатывать деньги, а я буду заниматься творчеством. Если вы договоритесь об этом, да, и опять же, если это будет честно, да, честный договор, а не манипуляция какая-то, да, вот. В этом случае я считаю, что все нормально. В бизнесе вообще все решает делегирование. Бизнес растет только, когда у вас есть делегирование. Но в творчестве тоже может быть делегирование, да, например, если вы делаете какие-то большие проекты. Был в свое время, я в Чехии, мы, нам повезло увидеть картины Альфонса Мухи, я его очень люблю, он интересный художник, он такой человек, который сделал примерно весь дизайн Чехии. Да, вот дизайн денег, помещений и так далее, и так далее. Да, это писатель эпохи модерн, это вот все красивые полугулые нимфы там и так далее, и так далее. И у него есть замечательная серия исторических картин, они огромные, я не помню, помню, или 20 или 12. И нам повезло их увидеть. Обычно они где-то там в дворце в каком-то хранятся. Вот, и мы как раз попали, там Россия, в числе прочего, есть, там огромная картина на Красной площади, объявление о аннулировании крепостного права в 61-м году. Да, и там разные исторические сцены. И вот такого рода огромное полотно написать одному человеку физически практически невозможно. Да, и то есть это картины Альфонса Мухи, но на самом деле это картины его мастерской. Да, то есть его помощники писали его, он намечал структуру, да, то есть композицию там и так далее, и так далее. И дальше с деталями с какими-то работал. Я знаю авторов, которые делегируют ресерч. Да, допустим, мне надо исследование о том, как жили там космонавты в 70-е годы в Советском Союзе. Да, соберите мне всю информацию. Да, и не я трачу там недели жизни на это, да, а мне дают некую концентрированную справку. Есть авторы, которые делегируют вообще там большую часть работы. Например, Джеймс Паттерсон, он большинство своих книг пишет в соавторстве. То есть он намечает сюжет, пишет сюжет, да, а дальше соавторы пишут диалоги, и потом он проходит со своей рукой, еще что-то редактирует. Да, Дюма писал в соавторстве очень часто. Да, правда, это было скорее такое литературное негрство, да, но если вот Паттерсон, он ставится автора на обложку, да, то опять же, это честное сотрудничество. Человек получает долю гонорара свою, да, он выполняет свою долю работы, он получает славу, да, то есть у него фамилия на обложке. Он может эту книгу, да, показывать кому-то. Вот это и мы написали вместе с Паттерсоном. И получает отцвет его славы, естественно. Вот, поэтому тоже может быть такая вещь. То есть соавторство тоже, делегирование тоже вполне может работать. Дальше. Что еще можно сделать? Можно наладить свою жизнь так, чтобы начать зарабатывать больше энергии, да, не 100 рублей энергии, а 150 рублей. Или 170, или 200, или 300. Да, то есть делать что-то, что, убирать то, что однозначно понижает уровень энергии. Например, курение. Да, курение однозначно понижает уровень энергии. Нет варианта реальности, при котором курение дает энергию. Вещества какие-то, да, то есть любого рода наркотики, они понижают уровень энергии. Алкоголь и так далее, так далее. Карточная игра, азартные игры всегда понижают уровень энергии. В том числе компьютерные игры. То же самое. Понижают уровень энергии. Да, вот если все это убрать или сократить, уровень энергии вырастет. Да, дальше. Спорт. Да, если это не интенсивный спорт, а легкая физкультура, да, опять же, гармоничная, да, это дает энергию. Диета, опять же, если это не изнурение диетой, а хорошо сбалансированное управление питанием, это дает уровень энергии. Психотерапия, да, качественная психотерапия, опять же, если это не становится самоцелью, тоже повышает уровень энергии. Счастливые отношения повышают уровень энергии. Путешествия повышают уровень энергии. Опять же, если вы не, там, скажем, условно говоря, ну, надо найти свой темп, да, то есть мне там комфортно 4-5 раз в год путешествовать, кому-то комфортно 10 раз путешествовать в год, да. А если вы взяли баланс, взяли количество путешествий, которые не соответствуют вашему балансу, вас это начнет выжигать. Вот. Конечно, есть гипотеза, что постепенно организм адаптируется, и уровень энергии на каком-то уровне стабилизируется, но он все равно будет выше, нежели если вы этого не будете делать. И высший уровень творческой самодисциплины – это синергия занятий, да, то есть когда взаимодействие, переход с одного занятия на другое, да, оно дает субъективное ощущение при прибавке энергии. Как это может быть? Может такое быть, да, то есть вот каждое занятие новое, на которое вы переключаетесь, оно дает вам энергию. Такое тоже может быть. Да. Внутри одной деятельности можно перенастроить вид деятельности, который будет там, если это делать так, вы теряете энергию, если делать это вот другим образом каким-то, будет давать вам энергию. Да, например, если там сидеть и зубрить английский, да, у меня было шесть педагогов по английскому. Шесть педагогов я сменил, причем это были такие звезды, просто вот мега звезды в обучении английскому языку, да, и все они там один просто сбежал, забанив меня там после консультации, и сказал, что все, это не обучаемый человек абсолютно. Вот, да, а можно там делать то, что нравится, да, мне нравится там, я там читать люблю по-английски, да, я читаю там журналы, книги читаю на английском языке, да, слушаю подкасты на английском языке, смотрю кино на английском языке, да, я делаю то, что мне нравится. Ну, и это приносит результат, да, то есть я там, уровень, мой уровень английского, да, он для меня комфортен вполне. Я вряд ли, конечно, роман могу написать на английском языке, но, в общем, я и не планирую этого делать. Но я могу читать тексты, я могу общаться, могу вести какую-то минимальную переписку на английском языке. Насколько это понятно, то, что я вам сегодня рассказал. Если есть, если все понятно, напишите, что все понятно, если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Наверное, я не умею подарки получать. Ну, прекрасно, вы это теперь про себя понимаете, вот вам практикум для тренировки получения подарков. Так, тоже люблю Муху. Муха прекрасная, очень классная. Я прям фанат его. Все блокноты все изучаю, у меня куча альбомов его. Так, сесть мимо стула, беру себе. Да, есть. Провайдер шалит. Нет, это, я думаю, что это перегрузка на, перегрузка во ВКонтакте. У меня, у меня Wi-Fi мега мощный. Так, Маргарита Язаева что-то тут решила выпросить себе бана. Сейчас я ее забаню и вернемся. Уже второй раз вижу у нее такой негативный комментарий. Уже ускакало. Сейчас, сейчас. Далее. Так, была своя классная преуспевающая компания, вдруг резко перестала быть успешным. Пыталась несколько лет восстановить, потеряла энергию и время. Это точно был мертвый резонанс, поздно отпустила. Вот, вот прямо сейчас мы можем видеть, как это происходит с Фейсбуком. Вот компания в мертвом резонансе, абсолютно. То есть, и там Цукерберг пытается что-то там, метавселенную запустить, еще что-то. Все, компания в мертвом резонансе. Ну, сами виноваты. Поэтому, поняла, почему в последние месяцы разожралась. Уже прибыль. Так, чем отличается мертвый резонанс от выгорания? Хороший вопрос Юлия задала. Я бы так сказал, что мертвый резонанс – это то, что относится к состоянию. А выгорание, оно может происходить… То есть, мертвый резонанс может быть частью выгорания. Выгорание может происходить еще, знаете, из-за чего? Из-за того, что вы делаете что-то, что не приносит результат. То есть, если вы не получаете какого-то поощрения, то может произойти выгорание при любых прочих равных. То есть, все, и удовольствие вы получаете от дела и так далее. Но вот вы делаете, и вот как будто в стену бьетесь. Книги не издают, подкаст не слушают, курсы не покупают. То есть, если есть такое, и если это идет достаточно долго, вот наступает выгорание. Поэтому вот мне кажется, что выгорание – это как бы более… То есть, мертвый резонанс – это такое понятие, а выгорание, оно включает в числе себя и мертвый резонанс. То есть, выгорание может происходить от мертвого резонанса, но выгорание, на мой взгляд, включает вот эту обратную связь. То есть, колодцы загнивают, если не брать из них воду. Да, совершенно верно. Так. Начинаю редактировать, параллельно выгораю. Вот у нас запрещено, да? И у нас на этом курсе и в мастерской у нас запрещено не только редактировать текст в процессе его написания, но даже перечитывать запрещено. Так, если в процессе написания текста понимаю, что не знаю, о чем писать. Возвращаться к ресерчу? Да, совершенно верно. Да, значит, вы неправильно сделали ресерч. Неправильно. Опять же, смотрите, мы в мастерской. Все делаем степ-бай-степ. С тем, чтобы к тому времени, когда мы пишем текст, у нас подготовка к написанию текста занимает половину времени. То есть, если у нас на курсе 12 занятий, то это значит, что 6 занятий мы будем заниматься подготовкой текста. А само тело текста мы будем писать, начиная с 7 занятия. Вот у нас сейчас 7 занятие будет на курсе телесериала. Мы впервые сейчас написали две сцены. Будем писать две первых сцены. Все остальное время мы занимались подготовкой и разработкой сюжета. Поэтому я понимаю, что когда мы начнем писать текст, там никто в тупике не окажется. Потому что все написали по эпизоднику, всех по эпизоднику утвержден. И мы пишем по утвержденному по эпизоднику. Здесь то же самое. То есть, если вы правильно организовали свой творческий процесс, вы в тупике никогда не окажетесь. Вы всегда будете знать, что писать. Если видишь, что ребенок теряет энергию от обучения в школе, как ему помочь? Надо найти в его школьной деятельности, найти что-то, что ему будет интересно. И показать ему эту деятельность школьную. Потому что у меня, например, знаете, иногда это просто даже одной фразой можно человека перенаправить. У меня была замечательная история, когда я преподавал в школе в Вологде. Проходил практику институтскую. И там, естественно, ко мне отношение было. Ну, практикант. То есть, не учитель. И, значит, и там парень один такой. А это девятые классы. Самые такие подростки, самые лютые. И, значит, парень такой сидит. И первое же занятие, значит, такой с вызовом. Типа, сейчас я этого раскатаю. Парня, значит, он мне говорит, а зачем мне Шекспир? А мы как раз Гамлета изучали. Зачем мне Шекспир? Я буду в Омоне работать. Я школу закончу и пойду работать в Омоне. Мне Шекспир зачем? Я ему говорю, ты знаешь, вернее, вы знаете, или ты, знаешь, не помню, обратился к нему. Но мой отец, он учился в военном училище. И он учился на разведчиках. И детали не буду вдаваться, но тем не менее. И вот когда они изучали английский язык, все первое занятие они посвятили, вошла учительница, такая разведчица матерая, и написала на доске, я написал фамилию Чекспир. Чекспир. И сказала ему, прочитай. Но он встал, Шекспир. Она говорит, нет, неправильно, Чекспир. И все первое занятие, эти будущие разведчики, белая кость спецслужб, они учили правильно произносить фамилию Шекспира. А теперь переходим к Гамлету. И дальше мы с ними, он Гамлета играл. То есть мы поставили сцену из Гамлета. Он настолько погрузился в эту историю, то есть его настолько впечатлило то, что разведчики учили, как правильно произносится фамилия главного поэта мира, что ему сразу же стало интересно. То есть он понял, зачем ему нужен Шекспир, зачем ему нужен Гамлета, даже если он будет работать ОМОНовцем. Вот если найти что-то, что будет в том, надо понять, что ему интересно. И вот в то, что ему интересно, связать с тем, что будет там. То, что есть в школе. Так. Мертвый резонанс – это симптом. Нет, не совсем так. Мертвый резонанс – это деятельность, которая давала вам энергию и перестала вам давать энергию. Так, про синергию не особо понятно. Не буду сейчас навскидку, не могу привести примеры. Да, то есть, ну, условно говоря, побежал на пробежку, получил энергию, пришел, там с утра сел, написал текст, получил энергию, пошел на пробежку, получил энергию, вернулся, провел подкаст, получил энергию. Да, то есть, каждая следующая деятельность, да, она вам дает еще больше, больше, больше энергии. А не внутренне. У меня много лет был внутренний конфликт очень сильный. Вы уже не застали, а вот те, кто со мной долго, да, помнят, что я все время мучился. Я все-таки учитель или писатель? Это, я кучу психотерапии всяких прошел, да, вот кучу всего. Вот. И когда в какой-то момент я смог это интегрировать, да, и сделать так, что сейчас они не конфликтуют, да, то есть, мне не надо делать выбор между писательством или учительством. Да, они просто интегрированы. Это единое целое. И писательство, и учительство, это часть одной деятельности. которую я называю мастер. Да, и это вот просто сказать, да, ты мастер. Это включает в себя и писательство, и учительство. Но это не работает. Да, а когда я понял, как оно интегрировано, да, все, у меня нет больше никаких проблем. Так. У меня идеи не приходят во время ресерча, приходят во время письма. Что делать? Нужно делать паузу после ресерча до письма. Нужно делать паузу хотя бы в несколько дней. Да, после этого нужно составлять план. Но об этом мы чуть-чуть поговорим. Еще раз о том, как мы все делаем. так. Так, тут, по-моему, опять спамеры какие-то начали залетать. Сейчас я забаню, ребят, и мы продолжим. Так, Марина Васильевич нас покинула. вот, к сожалению, очень много залетает, залетает в трансляцию спамеров ВКонтакте, потому что он начинает пушить трансляцию, показывать, и ее видит не только вы, но и все окружающие. Так, хорошо, надо двигаться, блин, сегодня, но я предупреждал вас о том, что тема будет сложная, поэтому немножко больше, может быть, времени потратим. Хорошо, я дам вам общее задание для всех сегодня вечером или завтра утром, когда вы там будете душ принимать, а лучше и сегодня вечером, и завтра этот самый, завтра днем. Попрошу вас сделать такое одно задание по борьбе с рутиной, борьбе с привычными действиями. Попробуйте закрыть глаза, попробуйте, вот прям причем, если возможно, единственное, что, будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности, смотрите, если у вас там где-то скользко, лучше открыть глаза, то есть лучше его слить, упражнение, нежели там поскользнуться и разбиться. Постарайтесь не воткнуть себе зеркало в глаз или еще что-то, то есть обеспечьте себе так, чтобы вы там безопасно могли перемещаться. Почему принятие душа? Потому что, ну я исхожу из того, что вы все, скорее всего, и вечером, и утром принимаете душ. Дать какое-то другое задание, например, кофе сварить, ну я думаю, что вы не все варите кофе, а уж душ-то точно все принимаете. Поэтому вот задание для всех. И это действие рутинно, это делают люди каждый день, и они это перестают замечать. Вот. И попробовать пройти по памяти полностью всю процедуру принятия душа. Вот. Вот прям войти, да, раздеться, да, там найти воду, почистить зубы, там голову, по-моему, то есть вот все, и вытереться полотенцем, найти, где полотенце лежит, да, и пройти по памяти всю процедуру. Причем, я советую по возможности попробовать сделать это раза в два медленнее, чем вы делаете обычно. То есть прям замедлиться еще каждое действие, делать медленно. И при этом очень внимательно следите за своим равновесием, потому что ванна, она в этом смысле очень опасна. Да, и можно там поскользнуться, вот за этим следите, чтобы не грохнуться там, на мыло не наступить. Если чувствуете опасность, открывайте глаза и смотрите. То есть вы мне живые все завтра нужны будете. Вот. Насколько понятно это упражнение? Если понятно, то задайте вопросы. Все. Да. Зубы чистить, да, все это, все это. Я делал разные, там я обе отворил, там еще что-то делал, да, то есть делал разные те самые. Вот я оптимальные просто для вас выбираю, да, чтобы вы что-то попробовали. Это вот очень сильно включает, включает внимание, да, то есть мы начинаем рутинные действия, начинаем их осознавать совершенно по-другому, да, а мы с вами все это делаем, да, для чего? Для того, чтобы учиться управлять своим вниманием. Вот Фарида пишет, делала с завязанными глазами дела по дому. Да, очень круто, очень прикольно. Вариант Паркуфи. Это я для примера сказал, что вы в дальнейшем, да, можете делать, пробовать любые действия. Единственное, что следите, опять же, за безопасностью. Все это не может быть небезопасным. Так, переходим к хардкору. Еще раз, ребят, напоминаю, пока переключаемся на хардкор, напоминаю, все это время забываю порекламировать мастерскую. Идет набор на курс сценарий, полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Ссылка у вас перед глазами. Там уже куча заявок нападала, так что, если думно, то присоединяйтесь. Теперь, задание. Как всегда, переключательное задание перед хардкором. Я попрошу вас взять какой-нибудь предмет, любой, кроме телефона. И это не должна быть чашка с чаем. То есть, должен быть какой-то предмет, который не развалится, он должен быть небольшой, потому что мы его будем подбрасывать. Возьмите какой-нибудь предмет, который вы можете подбрасывать. То есть, это не должен быть стол, например. Это не должна быть двухпудовая гиря. Должно быть что-то небольшое. Ручка, например. Но, опять же, прошу, чтобы это был не телефон. То есть, телефон, это слишком привычный объект и с кучей-кучей установленных взаимоотношений. И не чашка, потому что, подбрасывать чашку, она у вас разольется. И теперь, я попрошу вас подбрасывать этот предмет в течение минуты, не глядя на него, закрыв глаза. И сосчитайте, сколько раз вы его подбрасываете и фиксируйте ощущение тяжести предмета в руке, когда вы его ловите. И минута сейчас пойдет. И минута пошла. И минута Продолжение следует... Так, есть. Минута прошла. Теперь, не называя этот предмет, напишите в чате, сколько раз вы его подбросили за минуту. 40. Те, кто проходили самодисциплину, наверное, уже знают, помнят уже, в чем... В чем цинус? Так, есть. Очень хорошо. 33 раза и 3 раза уронила. Есть. Очень хорошо. Я не считал. Так я же просился считать. Чаще, чем раз в секунду. Это не ответ. Не считали. 4 раза уронила. А подбросили сколько? Не считали. Не выполнили, значит, упражнение не выполнили. Не считала, значит, не выполнили упражнение. Забыла считать. Вот видите, ребят, вот как вы управляете вниманием? Как можно управлять вниманием, если элементарное задание вы не смогли выполнить? Значит, проблема с управлением, с осознанным управлением внимания есть большая проблема. Вот мы делаем тренировку. Теперь вопрос. В какой момент вы считали? В момент, когда вы подбрасывали или в момент, когда вы ловили? И запомнили ли вы этот момент? Когда вы подбрасывали? Раз, два, три, четыре. Или наоборот? Раз, два, три, четыре, пять. Или раз, два, три, четыре. И вот в какой момент вы считали? Фарида, когда ловили, запомнила. Да, вот это вот проверка на... Да, проверка на внимание. Да, вот вокруг нас очень много возможностей в течение дня, которые позволяют нам фиксировать, да, тренировать наше внимание. Надо все время, вы писатели, надо все время тренировать свое внимание. Тренировать, учиться, управлять, управлять своим вниманием. С тем, чтобы вы могли ретроспективно задать себе какой-нибудь вопрос и вспомнить. Да, то есть вот себя проверяйте все время. Задавайте себе какие-то вопросы. Неожиданные. По событиям, которые были в вашем прошлом. Да, и это очень-очень хорошо тренирует. Тренирует вот эту внимательность. Хорошо, идем дальше. Вот смотрите, я сейчас дам небольшую тему совсем. Она у нас была, тут есть просто у нас участники года денег. Но, тем не менее, мы ее для хардкора, я хочу, чтобы все ее сделали. Вопрос. Я прям случайно эту технику нашел, когда подошел к светофору и остановился и задумался. У меня здесь светофор есть, когда я иду на пробежку. И я задумался, вот люди, когда переходят дорогу на светофор, они ведут себя по-разному. То есть есть люди, которые, не обращая внимания на знаки светофора, просто вот мне надо перейти. Вот вышли и идут, невзирая на то, красный свет, зеленый свет, пофиг. Машины визжат, сигналят, вот идет человек и идет. Есть люди, которые законопослушные, которые подходят к светофору, нажимают там кнопку, чтобы она загорелась. Или ждут, пока загорится зеленый светофор. И переходят только на зеленый свет. А есть люди, которые сверяют знак светофора и реальную ситуацию на дороге. Например, нажимаешь зеленый свет или ждешь, что начнет загореться зеленый свет, но при этом еще и смотришь. Потому что это же Москва, и в Москве совершенно спокойно может... Или если, например, в Италии. В Москве еще сейчас везде камеры, поэтому здесь еще нормально стало. А в Италии вообще там водители не обращают внимания. Зеленый, синий свет горит. А, пофиг, едут. То есть ты сверяешь ситуацию со светофором с реальной ситуацией на дороге. То есть светофор зеленый. Но я еще и посмотрю, если маршрутка мчится, я подожду, пока она остановится, только после этого пойду. Потому что есть шанс, что она на светофоре не остановится. Или наоборот. Я иду, красный свет, но дорога пустая. А свет красный. И я могу, не дожидаясь красного света, например, перейти на красный свет. Вот три варианта стратегии. Всегда переходить на любой свет, не обращая внимания. Мне надо перейти, игнорирую, перехожу. Это, вернее, давайте так. Вот как вы поведете себя в той или иной ситуации? Перейдете на красный свет, дождетесь зеленого, или будете сверять свет светофора с реальной ситуацией на дороге? Да, вот Ольга пишет. Сверяю обязательно, это не только в Москве, еще и встречку сверяю в Краснодаре. Да, потому что, чтобы оттуда еще не вылетела машина. Да. Перехожу на любой свет, если нет машины. Я из тех перестраховщиков, которые будут ждать зеленый, но еще проверяю ситуацию на дороге. Да. Вот смотрите. Если человек... То есть это виды, на самом деле, жизненной стратегии, по сути. То есть это такая мета-стратегия, и в зависимости от этого человек очень часто и в жизни... То есть это не значит, что мы сначала учимся на светофорах, а потом мы в жизни это все экстраполируем. Наоборот, это скорее мы... Свой способ принятия решений мы экстраполируем на принятие решений на светофоре. Да, то есть люди, которые идут, не обращая внимания на свет, это преступники. Да, то есть это люди, которым все равно. Да, то есть если я хочу секса, то мне все равно, хочешь ли ты со мной секса. Да, я тебя изнасилую и пофиг. Да, напоследствия мне наплевать. Да, если мне нужны деньги, а у тебя они есть, мне все равно, хочешь ты мне их отдать или нет. Да, как у того же Леонова в пирамиде написано, да, человек, который встретится с ним на темной улице, испытывает непреодолимое желание поделиться с ним своей собственностью. Да, вот есть такие люди, которые тут же испытывают у каждого встречного, с каждым встречным испытывают желание поделиться с собой их собственностью. Да, то есть игнорируешь полностью любые, да, то есть я делаю так. И рано или поздно такой человек, естественно, просто попадет под машину. Да, то есть его либо правоохранительные органы избавят от него общество, да, либо какая-то машина не успеет вовремя затормозить. И такой член общества, общество достаточно эффективно научилось с такого рода нарушителями бороться разными способами. Дальше. Следующая стратегия, да, то есть я смотрю на знаки, да, то есть если зеленый свет, я иду, если красный свет, я стою. Вне зависимости от того, есть машина или нет. Тоже есть в разных странах ситуация по-разному, да, допустим, в Германии, я бы, конечно, стоял бы, даже ночью на светофоре я бы стоял, потому что есть некая традиция поведения в этом социуме, она не такая, как, например, в Италии. Вот. Но в целом, да, если сказано, что надо стоять, значит, надо стоять. Если сказано, что надо идти, значит, надо идти. Но проблема в том, что очень часто установки, которые общество ставит для своих граждан, да, они не способствуют выживанию. Да, и в этом смысле мне очень нравится, была замечательная метафора, я ее часто привожу, был такой спектакль под названием «Болт» по Шостаковичу в Большом театре. Вот. И там была замечательная сцена, где люди делали зарядку. И там, значит, голос в мегафоне, в этом самом, в радио, да, голос начинал давать какие-то упражнения, да, там, приседания, раз, два, три, четыре, руки в стороны. Вот. И сначала и герой в толпе людей начинал делать эту зарядку. Вот. И когда ему говорили, он слушал то, что ему говорили и выполнял, да, приседал, вставал, а все вокруг почему-то синхронно делали что-то другое. И он всем мешал. То есть в радио идет, радио диктует команды, и он единственный выполняет все команды. А все вокруг почему-то, слыша какой-то невидимый голос, они делают что-то другое. Да, то есть вот есть такое общество двоемыслия. Да, вот советское общество было таким, сегодня там западное общество становится. Ну, я не хочу там в политику углубляться, да, но тем не менее там есть некоторые признаки того, что начинают появляться тоже такие признаки такого позднего СССР, да, когда декларируется одно, а делается нечто совершенно другое. Да, декларируется, скажем, толерантность к другим нациям, да, а в реальности мы видим нечто совершенно другое. Поддержка меньшинств, да, а на самом деле там видим совершенно другую картину. Вот, и этого очень много, и это в разных обществах, видимо, на какой-то стадии развития общества это появляется. Вот, и какая-то часть общества, какая-то часть людей, да, они думают, что если я буду делать вот это, я буду успешен. Если общество неизменно, то так оно и есть. Да, как я очень хорошо помню позднесоветские годы, позднесоветское время. И когда все всем говорили, что надо делать вот это, это, и вы будете успешны, да, и я видел, как мои одноклассники, люди, которые вокруг меня, они делают вот это в надежде, что они будут успешны. Никто из них успешен не стал, да. А я оглядывался и думал про себя, что, наверное, какую-то ерунду мне тут впаривают, и надо делать нечто совершенно другое. И вот люди, которые делают то, что им говорят, это конформисты. Да, и если общество неизменно, то вполне такой человек действительно может быть успешен, да. То есть делаю то, что мне говорят, и я успешен. Все у меня будет в порядке. Как только общество застывает, делать то, что говорят, это вполне себе стратегия. Но когда назревают перемены, и когда начинаются перемены, нужно смотреть на то, какие нормы на самом деле перестали работать. И нужно сверять то, что правила, которые декларируются, сверять с реальной ситуацией. И я в течение последнего года, да, прошедшего, я очень часто видел такие вещи, когда люди, общество говорит, надо делать вот это. Да, или общество говорит, надо делать вот это. И человек говорит, я честно делаю то, что мне говорит общество. Да, и в итоге человек уничтожает вообще полностью себя и как творческую единицу, да, и как физическую единицу, да, человек полностью себя уничтожает. Да, и он даже этого не понимает. Что мир изменился, да, как же так? Я же делал, я должен, я в белом пальто, да, я должен, вы все должны меня любить. Почему вы все меня ненавидите? Да, и человек полностью себя уничтожает. Примеры, я думаю, что тоже вы видели. Я не буду называть конкретных фамилий, говорить, приводить каких-то конкретных примеров. Я думаю, что все вы понимаете, что я имею в виду. Скажу только, что у нас там есть несколько сторон конфликта сегодня существующего. Вот на самых разных сторонах конфликта, на самых разных уровнях общества я видел подобные ситуации. Вот так аккуратно выражусь. То есть, на мой взгляд, правильная стратегия – это учитывать то, что говорит общество, да, то, что те нормы, которые существуют в обществе, да, потому что если их совсем не учитывать, да, то, опять же, вы можете… Я-то делаю что-то правильное, да, но в итоге общество меня будет осуждать. И есть такие люди, которые… Вот, да, назрела уже ситуация изменения, да, человек ведет себя так, как он должен вести, да, соответственно ситуации. Но в обществе еще ситуация не назрела. И через какое-то время оказывается, да, и все говорят, ты мудак, да, потому что ты так себя ведешь. А он-то знает, он-то ведет себя сообразно реальной жизненной ситуацией. И вот прошло какое-то время, прошло пять лет, мир изменился, да, и уже все делают точно так же, как он себя вел пять лет назад, да. Но все запомнили, что он мудак, да, и он бегает и говорит, помните, я вам пять лет назад говорил, а вы мне говорили, что ты мудак. И все говорят, да, мы помним, что ты что-то говорил, да, мы из всего этого запомнили только то, что ты мудак. Да, и мы теперь будем делать то, что ты делал тогда, теперь это общественно одобряемое поведение, да, но мы уже запомнили, что ты мудак. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. И нужно обязательно учитывать и мнение общества. То, что общество всех учит. И учитывать реальную ситуацию. То есть реально то, что происходит в мире. И какие особенно в период изменений. То, что мы видим сейчас с вами. И я считаю, что как научиться это делать? Я считаю, что действие. Через действие. То есть мы можем сидеть и теоретически думать о том, как то или иное действие принесет нам какой-то результат. Я считаю, что надо практиковать нарушение правил. То есть надо постепенно смотреть, выявлять эти правила. И потихонечку пробовать их нарушать. И смотреть, а какой результат. Единственное, что, конечно же, нужно нарушать правила. Не такие прям устраивать себе трансгрессию. Человеческие жертвоприношения. А нарушать маленькие правила. Потихонечку. Что-то, что не уничтожит вас. И таким образом, тестируя, вы можете анализировать результаты и можете в итоге нащупывать, экспериментируя с маленькими нарушениями, вы можете начинать понимать и чувствовать, как все будет происходить в случае нарушений более мощных. Например, примеры таких нарушений. Например, в творчестве. Я увидел где-то рекламу какой-то киношколы, что типа мы не пересказываем Википедию в наших лекциях. И я такой, о! Во-первых, хорошо сказано, что мы не пересказываем Википедию. И я такой, о! Вот я вижу, что кто-то, да, и это выглядит как правило, да, что нельзя пересказывать Википедию. И я тут же, я писал тогда книгу, насколько я помню, по-моему, это была книга «Писатели деньги». Я тут же открыл ее, думаю, раз есть правило, значит, надо его нарушить. Нашел место подходящее, нашел, открыл Википедию, нашел там подходящую цитату и тут же вставил цитату из Википедии в свою книгу. Есть такое замечательное правило, да, такой анекдот про Шкловского, которому там писатель какой-то сдал редактору книгу. И редактор так смотрит, морщится и говорит, роман, роман, героиня Нина, Нина, уберите. Вот, и я такой, о, правило. Я вижу, что героиня не может быть Ниной. Я такой тут же раз открыл и, значит, вернее, не открыл, но когда дальше там роман писал, такой, думаю, блин, обязательно героиня, у меня героиня обязательно будет Нина. Вот, так появилась Нина Шарова, героиня газетчика-писателя и сценариста. Вот, предыстория, это моя отсылка к Шкловскому. Вот, и есть тоже такой анекдотический способ определения графоманского сценария, что там героя зовут Макс. Вот, я тоже всегда студентам своим рассказываю. Вот, и когда я вижу, когда у кого-то кто-то делает героя Макса, но сознательно, да, раз Молчанов сказал, что это правило, значит, надо его нарушить. Я всегда про себя удивляюсь. Не удивляюсь, а, ну, так, мне тепло на душе, я радуюсь, да, то есть я такой, о, нарушает правило. Или, что я очень не люблю начало сценария, когда герой просыпается из похмелья. Вот, и опять же, зная о том, что это очень сложно развернуть в хорошую интересную историю, да, если я вижу, что человек сознательно такой, о, все, у меня герой будет просыпаться из похмелья. Мне тоже всегда очень тепло на душе. И вообще, я понимаю, человек хочет, не верит мне, да, хочет на себе проверить, проверить, работает ли это правильно. Вот для хардкора, так, вот кто-то опять, что-то там. Ребят, давайте, смотрите, давайте вы мне не будете говорить, что я должен делать на своем вебинаре. Да, поэтому, сейчас я забаню. Да. Вот, потому что это моя реплика. Да, это я говорю, что давайте без политики. Вы мне не имеете права такого говорить. Хорошо. Мы не о политике и говорили. Мы говорим об обществе, о взаимодействиях творческого человека и общества. Вот домашнее задание для хардкора. Найти какое-нибудь правило и нарушить его. Вот вам домашнее задание. Единственное, что следите, опять же, за безопасностью, чтобы это вас не уничтожило, чтобы вас не сбило машиной, чтобы вы руки-ноги себе не поломали. Но вот какое-то правило найдите и нарушите его. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. Как я уже говорил, достаточно, сегодня урок у нас достаточно сложный. Дальше будут попроще и домашнее задание, надеюсь, понятно. Текстом задания я в описании добавлю. И увидимся завтра на следующем, на пятом уроке нашей самодисциплины для писателей и сценаристов. Пока-пока.